Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. В работе 32 энергоблока, в ремонте 3 энергоблока. Мощность по концерну 26 911 мегаватт, выработка 8 миллиардов 123 миллиона киловатт-часов, что составляет 98,8% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-2 энергоблоки, нагрузка суммарная 2100 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии Смоленск АЭС с начала года составила 396 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. До 18 января творческие работы школьников Десногорска и Рославля, представленные на конкурс, посвященный Смоленск АЭС, размещены в выставочном зале Историко-Краеведческого музея. 20 января в школе номер 4 состоится отборочный тур Инженерной Олимпиады школьников, организованный концерном Росэнергоатом и Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ при поддержке Смоленск АЭС и администрации города. Начало регистрации в 9.00. 25 января в холле второго этажа здания реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленск АЭС пройдет 9-й зимний открытый турнир Смоленск АЭС по игре «Что, где, когда». Заявки на участие принимаются до 23 января. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова